так все вытрись и записывай новости давай а да все мы поняли на кого отсылка декольте поглубже сделай потому что жалуются что просмотры маленькие кто этим дерьмом вообще пользуется работаем они не наладят точно надо надеть тащите резинки всем привет сам вел сакон так сейчас как тут она у нас туда мои шикарные лучшие друзья из самсунга обратились ко мне мои лучшие друзья и samsung обратились ко мне сказали мы сделали царский фаблет не хочешь ли ты о нем рассказать своим подписчикам и конечно же я согласился вот например даже часами samsung пользуюсь царская черная коробка давайте кстати ставьте лайки пишите комментарии и мы ее обязательно разыграем документы значит у нас тут макулатурка оставьте лайки подписывайтесь мы их тоже обязательно разыграем кабель зарядки юсб си мы его тоже разыграем наушники а к г мы их тоже разыграем и конечно фирменный стилус мы его тоже разыграем а вот сам самсунг так он мне понравился я вам его не отдам ну друзья могу сказать в этот раз они сделали реально по красоте ребята и samsung ну что вы вообще творите почему так по-царски а мне очень нравится цвет этого смартфона он мне напоминает облака курортной греции куда кстати поеду после съемок этого видео индустрия сегодня перестала удивлять ты покупаешь новый айфон берешь его в руки и ничего нового пропадает детский восторг то ли дело samsung он на самом деле я давно вилсакома перестал смотреть как техно блогера какого-то потому что блять ну я я почему-то что не ролик у вилсакома я начинаю видеть рекламу вот как-то так я сразу смотрю ага реклама вот как-то так у меня отблок не работает он же не может ролик заблокировать но вот что не ролик то реклама поэтому я перестал его смотреть мне не интересно раньше это был чувак который хвалил технику apple а теперь и samsung и xiaomi и пиздец не как бы контент у него хороший плане того что он хорошо делает потому что ну продакшен лютый но вот не могу смотреть теперь стоит удивлять царский 7 нанометровый процессор не стыдный 12 гигабайт оператива а как просто не смотрю потому что мне кажется он злой какой-то очень пиздец и короче кого смотреть в итоге не знаю я уж давно блять технику и какую не смотрю единственный что смотрю там я не знаю может быть розетки вот эти вот чуваки которые магазины держат и вот с его и например тройной модуль камеры 16 мегапикселей 12 мегапикселей и ширик 12 мегапикселей как вы знаете последний месяц я мучаюсь я поставил себе челлендж страдаю ради своих подписчиков я пользуюсь рекламными android кит айфонами целый месяц поддержимые страдания лайком так вот от самсунга страданий нет так он мне понравился что возможно я им по праву ну как-то не доигрывает блять вот такое ощущение надо было прям пользуюсь целый день после съемки этого видео сейчас секунду сообщение миллион рублей не я все уважаю илюха привет я с огромной радостью представляю вам спонсора нашего видео товарищи как вы знаете мой кореш банан был клиентом одного очень известного российского банка экспириен скажем так не самый удачный нормально так нагнуло с тех пор мы кричим что в россии можно пользоваться услугами только частных банков и в особенности тем банком который спонсор этого видео тинькофф банк у лёша рова все что в европе быстро доставляет только лодки с беженцами все в руках у меня galaxy note 8 и это мой основной телефон в последние несколько лет у меня было очень много возможностей его поменять через мои руки прошло огромное количество аппаратов и айфон xs мотал опять смеешься даже если ты xperia 1 боже упаси на шок дарья даритом оси было обратно вот меня вело к самсунгу кто не в курсе именно с этого телефона началось мое знакомство с андроидом со всей этой системой и не без участия снэп дрэгона конечно а будь тут эксинус возможно все было бы иначе но тем не менее опыт и юзер экспириенс просто фантастический я полюбил этот телефон я полюбил эту систему ее возможность и мысли возвращаться на айфон не всегда когда для тестов его надо было брать это кошмар я господи как хорошо что я с тебя слез в принципе еще год полтора и следующее видео там будет концентрированная техническая информация сравнения камер характеристика в том числе с уменьшенной версии здесь будут мои мысли и первые впечатления ощущения и первые мои ощущения после использования galaxy note 8 это не совсем то что я ждал столько времени первое и самое жуткое что в нем есть это вот эта точка она хуже чем челка на айфоне хотя казалось бы что может быть хуже для чего они такое сделали на galaxy s 10 она потрясающе выглядит она в углу маленькая незаметная очень стильная здесь она по центру кричит посмотри на меня темные обои темную тему я не случайно поставил это единственное что хоть на пару секунд тебя от нее избавляет но это временно потому что ты заходишь в любое приложение и пожалуйста она здесь снова появляется меня раздражает что вот эта безрамочная стала идея фикс неким божеством которому пытаются все время что-то принести в жертву как правило жертву приносят не знаю блять 10 хватает вообще мне вот так вот прям не знаю давно уже перестал бегать за телефонами думаю еще года три буду точно с десяткой гонять наш с вами комфорт у нее есть не правда за это face айди наебнувся нахуй там он не работает просто все потому что я его водички покунал и все и неприятная эстетическая особенность когда вы заходите в приложение верхний блок приложения он кстати у всех приложений одинаковый по размеру она находится не по центру а внизу мой внутренний перфекционист страдает и плачет это очень больно зачем они сделали камеру вертикальной как у айфона если они сделали как у айфона значит они сделали как у всех на рынке как у хуабея как у xiaomi для чего у них была она горизонтально это было потрясающе это было стильно это было красиво почему это было красиво потому что это это было симметрично но асимметричность это именно то из-за чего эта дырка по центру а не сбоку почему